Абсолют Геймс Добрый вечер С 2004 года вышло в ней очень много игр, но по своему влиянию на жанр, конечно, первая была просто офигительной. Все остальные реально уже отталкивались от этого. Та игра, которая вышла сейчас, она духовная наследница именно самого первого XCOM, но никогда до этого в серии не было мультиплеера. И важно еще заметить то, что новая XCOM это не продолжение, а это ремейк. То есть реально люди, которые в 94 году в нее поиграли, и поколение уже сменилось не одно с тех пор, и реально, ну, это может быть, там, первая любовь может быть один раз, там, все такое. То есть тех впечатлений уже не будет. И, ну, для самого жанра это не настолько важная игра, но все равно она очень крутая. И опять же, мультиплеер в тактической стратегии это свежо и интересно. Поэтому мы думаем, что будет достаточно интересно. Да, его надо показать. Потому что нечасто встречается в тактических стратегиях сетевой режим. Ну, давайте не тратить время, приступать, в общем-то, к матчу. Давай, давай, скажем, да. Пару слов о том экране, на котором мы находимся сейчас. Здесь можно выбрать бойцов. Довольно странное решение с точки зрения дизайна. Можно смешивать в одной команде и пришельцев, и оперативников, которые защищают Землю от вторжения инопланетарных. Получается такая непонятная каша. Мы решили, что для атмосферы это не очень круто, поэтому мы будем играть командами, в которой в одной команде только пришельцы, в другой только оперативники. Мы еще, если мы успеем, мы попробуем сыграть все-таки смешанными командами, чтобы посмотреть, как это влияет на баланс. Но пока у нас будет вот так вот. Давай буквально пару минут уделим тому, чтобы показать возможности по настройке. Добавь еще одного. Пусть у нас будет перебор по очкам. Сначала выбери пришельцев. То есть, если мы выбираем пришельцев, доступны, в общем-то, все те же инопланетяне, что и в одиночной игре, или большинство из них, во всяком случае. Ну, там каких-то нету, но это исключение. Щелкни, пожалуйста. Допустим, кибердиск. Они имеют разную стоимость в очках, их нельзя настраивать. То есть... Все то, что им дано, вы никак не можете поменять. Только имена можно у них менять, чтобы, ну, разбираться, где кто. Если выбрать людей, у них богатые возможности по настройке. Можно выбирать класс. Да, настраивать класс. Ну, да, пусть будет штурмовик. Это, скажем так, уровень их тренированности и специализации. То есть у них разные способности в зависимости от этого. Ну, вот выбери какую-нибудь, неважно, любую. Щелкни, пожалуйста, инфо. Можно прочитать, какие у него будут способности. Также можно выбрать различные вооружения. Ну, от штурмовой винтовки за 0 очков до LA Cannon, соответственно, за 1000. Он уже такое дорогое снаряжение, но эффективное. То есть и суть такая, что перед началом матча количество очков фиксировано, и можно набрать самый разный состав команды. И, ну, достаточно интересно выбирать, какой из них будет более крутой. Тактика может меняться достаточно сильно. Ну, мы постараемся это как-то показать, если у нас будет хватать времени. А сейчас давайте просто все-таки сыграем. Поехали. Какая карта сейчас у нас загрузится? У нас сейчас загрузится карта с баром. Это, наверное, самый большой такой неприятный момент в мультиплеере XCOM'а. То, что карт здесь мало. Их, по-моему, всего 5 штук. Я... 7 должен. 7? Ну, не важно. 7 все равно немного. То есть это реально беда. В том смысле, что, конечно, нам потом их, наверное, продадут в DLC или добавят в патчах. Ну, 5 карт, это, не знаю, за 2 вечера наиграешься в них. Да. Вот сейчас ход Миши. Да. Сейчас он расставляет своих инопланетян. Миш, ты перед тем, как рецензию сел писать, с кем-то из пресса играл? Так 9-го числа был релиз в США. А, то есть уже игроки были. Да. Я вот 9-го числа первый раз поиграл. Ну и сколько у тебя получилось матчей сыграть? Ну, в общей сложности где-то всего 15 матчей. Потому что игроков все-таки мало. Играют люди больше в сингл, я так понял. Ну, пока, наверное, еще, да, проходят. Потому что я, честно говоря, сингл вот еще не успел пройти. Ну, ты по понятным причинам успел, конечно. А ты, Филипп, я наиграл около 30 часов, мои глаза опухли, и еще мне проходить и проходить. А на какой сложности, кстати, вы играли? Я вот начал на классике. На классике, мне кажется, самое оптимальное. Особенно если играл в предыдущей части, какой-то опыт имеешь. Я менее опытный в тактических стратегиях, поэтому я выбрал нормальный уровень сложности. И мы, кстати, с Костей, сейчас, секунду, мы с Костей потом смотрели разницу между этими сложностями. Она в основном в экономической части. Значит, пару слов для тех, кто пропустил наш АГ, рекомендует, пропустил рецензию, и только вот решил нашу трансляцию посмотреть сейчас. По сравнению с оригинальным XCOM'ом изменилась сильно механика. То есть, раньше в игре были очки действия. На каждое действие, там, шаг бойца или выстрел, или обращение в инвентарь, чтобы достать гранату. В разных частях, там, затрачивались очки действия. Теперь система больше похожа на, скажем так, какие-то консольные японские RPG. Есть два действия. Можно либо пробежать двойное расстояние, либо пробежать половинку хода и выстрелить. То есть, в любом случае, это будет два действия. Система несколько менее гибкая, но, в принципе, всего интересная. То есть, другие правила игры, но... Все, глубокая стратегия получается. Вы там что-то проходили? Да, мы походили, отдали тебе ход. То есть, то, что немного напрягает мозг в новом XCOM'е, то, что игра трехмерная, такая красивая, и ты ожидаешь, что когда боец там стреляет, то будет все рассчитываться вот именно вот, ну, потому как нарисовано красиво и трехмерно. А на самом деле, здесь достаточно жесткие правила, и все происходит так, как там вот клеточки нарисованы. То есть, из-за чего получается, что бойцы там иногда стреляют из своего ствола под 90 градусов, стреляют через стены, потому что вот по этим клеточкам на карте они могут выстрелить, а трехмерно все нарисовано немножко не так. Получается иногда немного глупо, но самое главное, что правила очень хорошо сбалансированные. Тебе, кстати, это не напоминает немножечко Total Wars серию, где вот все очень красиво анимировано, солдатики рубят друг друга, там, на шашку берут, а на самом деле это такие два условных квадрата, дерутся, отнимают друг у друга жизни и так далее. Да, немножко, конечно, есть. Кстати, Миш, я у тебя хотел спросить, а ты не играл в Джоуст Рикон на 3DS? Нет, нет у меня, к сожалению, 3DS. Но нас слышен. Будем проходить на iPad, если выпустят когда-нибудь. Да, они обещали ее выпустить. Там, насколько я понимаю, очень похожая система классов. То есть вот здесь четыре основных класса. Сначала, если проходить игру в одиночном режиме, все бойцы — это новички такие, бесклассовые мужики с автоматами или девушки. А потом, обычно выполнив одну миссию, там, пристрелив в какой-нибудь пришельце, они случайным образом получают специализацию и уже дальше развивают свои таланты в ней. Здесь тоже можно выбрать этих новичков, но они так пушечное мясо, конечно, совсем. Тебе вообще не кажется, что в новом XCOM'е слишком много зависит от удачи? — Честно говоря, да, я с тобой согласен, что много зависит от удачи, но именно это и делает его интересным, потому что если бы они сделали более такую... именно только от твоих правильных ходов зависящую систему, то это были бы вообще шахматы, потому что реально все по клеточкам, походил туда и там точно попал. — Ну, разве тактика не должна быть такой? — Нет, понимаешь, было бы неинтересно, в том смысле, что тут есть чему будоражить кровь. — Сейчас я вам побудоражу кровь. — Сейчас нам, да. Вот, кстати, Миша уже начал будоражить кровь, решил вскопятить ее плазбой. Вот. Как он меня обошел? — Да, сейчас вы могли бы увидеть... — А, это объясняет. — Разрушаемость. То есть здесь не супер какая-то богатая система разрушаемости, но стенки ломать можно. — Сейчас мне это боится сломает. — Как-то еще расслабленно играешь и глупо. — Ну, я не ожидал, что он прилетит так быстро. — Да мы уже третий ход. Обычно на втором ходу уже все идет. — Я не ожидал, что он прилетит. — Еще один момент именно в тактической системе нового XCOM'а, то, что, ну, достаточно инновационно вообще для таких PC-стратегий тактических, это вот хорошо продуманная работающая система укрытий. То есть игра в чем-то похожа на какие-то современные экшены, типа Gears of War, то есть где в укрытии ты очень круто действуешь, а стоит высунуться и сразу погибаешь. Опять же, получается немного условно, потому что именно этой системой приходится постоянно пользоваться. Но с другой стороны, реалистично по-своему. — Мне вот только кажется достаточно нелепым тот факт, что... — Мне кажется, он меня сейчас разорвет. — Что состояние почти не влияет на точность попадания. — Ну, понимаешь, тут бой идет на такой дистанции. Кстати, а зачем ты туда побежал? Надо было... — Ближние могут встать. — Попробуй, может быть, вот сюда лучше встать? — Ну, попробуй сюда встать, да. — Да, у меня есть шанс небольшой. — Только это снайпер был, поэтому ты вообще-то что-то соображаешь. — Нет, это как раз хорошо, то есть вероятность-то высокая. — Что значит вероятность-то высокая? Снайпер может стрелять, ему нужен полный ход. — Вот тут важная деталь. В сингле у меня снайпер прокачан так, что я после второго хода, несмотря на то, что я двигался, я могу стрелять. А в мультиплеере этого нет. — А я уже привык. — Поэтому тебе сейчас надают по заднице. — Поэтому шляпа, да. — Так, ну сейчас я даже не знаю, как действовать. — Я думаю, тебе надо как-то действовать, прятать своих солдат и отстреливаться. — Да, мне тоже так кажется. — Попробуем забраться вот сюда. — Миш, тебе система с укрытиями нравится? — Да, меня она, кстати, вполне устраивает. И вот эти вот жалобы, то, что там простреливаются стены. Ну, все же понимают, что стены — это не простреливаются. Мы уже много раз об этом форуме писали. Что это не стены простреливаются, а просто это как симуляция реального боя, где оперативник наш как бы высовывается из укрытия и ведет огонь. Либо просто нас наблюдает за боем. Ну, знаешь, мне такая система вообще больше нравится, чем то, что было, грубо говоря, в Сайлент Сторме или Джаггет Айлайнсе, когда бойцу приходилось как-то вот так стрейфом выходить из-за угла. То есть там же все равно симулировали систему укрытий, но получалось это более коряво. То есть, ну реально, боец обычно, если представить себе реальный бой, он же не выходит вот приставным шагом из-за угла, он именно высовывается из-за угла и стреляет. Ну, такая условность получалась. Расскажи немножко о пришельцах, которых ты накупил, потому что я не доиграл еще в сингле до того, чтобы всех из них увидеть. Ну, то есть я, конечно, понимаю, что вот это вот кибердиск, но какие у него способности есть? Остальные у меня пришельцы — это вот эти летающие товарищи. То есть ты... Летуны, короче говоря. У меня все летуны, все могут летать. Особенно такой расклад хорош против снайперов, которые вот ныкаются не посредине бара, а обычно снайперы сидят на крышах, где им положено сидеть. Ну, видишь, нестандартный ход — посадить снайперов в бар. Ты не ждал его, но он настолько глуп, что это мне никак не поможет. Нет, на самом деле в одиночной игре я привык снайперам подбегать поближе там как-нибудь. Это у него сказывается на точности, если ты слишком близко, но если это какие-то средние расстояния, то все хорошо, и он достаточно мощный. То есть снайпер у меня все равно всегда забирает больше всех. А вот в сетевом режиме я как-то лоханулся и не подумал. Мне кажется, ты просто очень неудачно сначала подействовал, не ожидая, что у тебя так облетят. Да, что, во-первых, летающие отряды против меня будут. Это неожиданно. Это вот, к слову, о разнообразии тактик. А мне не очень нравится тот момент... Вау. Комида гранаты он кидает достаточно комично. Хвостиком мило. Мне не нравится момент, что здесь всего один режим, и он сводится к тому, чтобы перебить всех противников. Потому что вот по моим личным впечатлениям я сыграл всего 4 боя. Вчера мы вот с Филиппом сыграли, ну, когда готовились к трансляции... Три. Три? Нет, вчера мы сыграли 2 боя. И еще 2 боя я сыграл на выставке Gamescom. Тогда еще, по-моему, в консольной версии. Ну, по сути, они не отличаются. И вот общее впечатление у меня какое. То, что тот, кто первый высовывается, обычно и погибает. То есть вот то, что я сейчас увидел, несколько это опровергает, потому что, ну, Миша рискнул как-то и... Он не рискнул, он расчетливо. Хорошо получилось. Расчетливо просился в бой. Нет, знаешь, расчетливый риск тоже риск. То есть он же высунулся, он же на открытой местности сейчас висит. Ага. И в тебя стреляет. То есть, в принципе, если ты в него начнешь попадать, у тебя же все хорошо будет. Я еще хочу обратить внимание на то, что мы поставили бесконечное количество времени на ход, чтобы можно было, ну, как, спокойнее играть. В ранговых матчах есть ограничения или нет? 90 секунд. То есть вот Филипп мне жаловался, что ему 120 секунд не всегда хватает. Ну, я тоже, видишь. Вот, да. Ну, 120 секунд реально, вот, для меня тоже было, ну, впритык. То есть не то, чтобы... Мне не очень нравится в новом XCOM управление. То есть при том, что, скажу, там, общее свое впечатление об игре, я... Ну, не то, что я согласен с оценкой. Это понятно, что я согласен с оценкой. Потому что циферки, это вообще ерунда. Я тоже считаю новой XCOM просто отличной игрой. Но у нее есть некоторые недостатки. И вот один из них это управление в PC-версии. То есть на геймпаде играть в нее удобнее. Как ни поразительно. То есть под него явно делали. Тебе надо выстрелить два выстрела подряд. Ну, так я и делаю. Ну, один из бойцов пал. Ну, видишь, неплохо. У нас вчера был достаточно комичный, такой переломный момент боя. Когда мы сражались на карте с кладбищем. И там в центре такой мавзолей. Филипп туда загнал много бойцов. Мне удалось из карнатомета выстрелить туда, снести стену. Накрыть сразу троих инопланетян. И потом я снайпером добил как раз кибердиск. А кибердиск после своей смерти взрывается. И он еще одного раненого с собой забрал. И так получилось, что за один ход Филипп решился сразу двух пришельцев. Причем крутых таких. Давай, гаси. Вот, кстати, я хочу обратить внимание, что анимация в новом XCOM просто хорошая. Да, это тоже очень круто. Понятно, что они ориентировались в первую очередь тоже на консольную аудиторию. Потому что, ну, посмотрим, правдим, глаза на консолях. Публика более казуальная. Если им просто подсунуть тактическую стратегию... Без красивой обертки. Да, то играть будут меньше. То есть есть какое-то такое нишевое количество людей, которые играют там в японские тактические стратегии, но их не очень много. Так, сейчас посмотрим, как будет действовать Миша дальше. Потому что он лишился двух бойцов. У него на последнем издыхании третий. Я бы хотел еще как-то обратить внимание... Ты, по-моему, этого еще не особо использовал, но, в принципе, это меняет рисунок тактических боя на то, что у каждого бойца здесь есть множество всяких способностей. То есть вот мы как бы использовали способность стрелять два раза заход у штурмовика. Есть у штурмовика способность походить на вот это двойное расстояние, потом все равно выстрелить. Снайпер может целиться в голову и повышенный шанс критического урона делать. Я, кстати, использовал это. Это, ну окей. Там всякие дымовые гранаты можно кидать. Ну, мне кажется, это такое основное отличие людей и инопланетян. То, что инопланетяне, они все разные. Их там 10, ну или сколько там типов. И они все специфичные. А люди, они вроде как такие, ну, все мужики с автоматами. Но за счет этих способностей они достаточно сильно отличаются. То есть обычно какой-нибудь мутон, такой толстый пришелец с пулеметом, он сам по себе получается крепче оперативника. То есть он стоит дешевле, можно купить там трех мутонов против двух оперативников. Но у оперативников есть какие-то таланты, которыми они при умелой игре могут все равно победить, хотя их меньше. Да, мне вообще очень интересно, интересен сам бой по себе пришельца против людей, потому что в одиночной кампании пришельцы хоть и глупые, но они берут количественным преимуществом. Вот здесь его нет. Тем не менее, больше шести отрядов здесь набрать нельзя, даже если ты играешь за пришельца. Ну, знаешь, это все-таки мультиплеер, его как бы не стоит затягивать. То есть как раз для этого, вот опять же, к тому, что мы сделали бесконечное количество времени на ход, а в ранговых матчах почему сделали 90 секунд? Потому что если... То стреляй. Ну, если можешь как-нибудь спрятаться получше. Сейчас попробуем сначала вот этим быть. Отлично. Не-не-не, Большого убей. А что это закончится? Плачевно. Не надо было тебя слышать. А там плохой шанс был? Не очень высокий. Ну, слушай, тебе все... Это вот ты все добьешь. Только спрячься, да. То есть ситуация у нас не очень хорошая, конечно, из-за плохого начала, но вместе с тем не катастрофическая и часто так получается. Не-не-не-не, вот сюда вот, Сань. Что как раз за счет пары хороших выстрелов или умного тактического маневра можно переломить весь ход боя? Мне кажется, новый XCOM достаточно хорошо сбалансирован в мультиплеере. Вот у вас какое впечатление? Я слишком мало в него играл. В мультиплеере как раз вот этот случайный процент попаданий достаточно сильно напрягает все-таки. В сингле это можно рассматривать как элемент реализма и всякого такого. А вот, например, вот я сейчас целюсь своим вот этим диском 86. Ну, слушай... Если я попаду, я могу попасть. Я могу critical сделать и убить с одного выстрела. Ну, да. А могу вообще не попасть. Ну, можешь не попасть. Нет, ну, понимаешь, это и в жизни там так. То есть либо вышел на улицу и либо увидел динозавра, либо не увидел динозавра. Но обычно как? То есть 86 это крутой процент попадания. Обычно там процентов 40, потому что чувак наполовину сидит за укрытием, ты как-то в него стреляешь. И вот там 40 процентов это то, что там, знаешь, от чего кровь бурлит. Потому что не знаешь, попадешь ты или нет. Ну, я на самом деле согласен с Мишей и считаю, что элемент случайности, он в мультиплеере должен быть наоборот ниже. Ну, вам не кажется, что скучно было бы? То есть что вот реально все сводилось бы к тому, то есть если ты хорошо обошел, то все, сразу выиграл. То есть тут получается, что даже если ты в начале матча что-то сделал неудачно, ты все равно можешь, ну, может тебе дальше повезти. Так, тебе надо пистолета попробовать или нет? Давай попробуй снайпером пристрелить большого товарища. Так, еще перезарядка у меня, билки. Ну, посмотрим. Так, наша девочка по имени Влада Горячего. Влада Горячего, да, пристрелила кибердиск. Молодец и няша. Ну, Влада Горячего она у нас такая. Так, ну вот, собственно, достаточно неплохо получается у нас в бою. Да. А ты можешь подойти к вот этой барной стойке из пистолета выстрелить? Конечно. Мне кажется, если попадешь, то будет красота. Миша, скажи честно, сколько у тебя пришельцев осталось? Пришельцев уже мало осталось. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вот такие вещи тоже вымораживают, мягко говоря. Ну, слушай, ну, это был пистолет, который, в общем-то, там, гвозди забивать им в основном рукояткой. Так, ну, нам немного осталось в этом матче. Поэтому актуальный вопрос, на какой карте мы будем играть второй. Какие у вас предложения? Какая карта вообще вам нравится? Больше всего мне понравилась та, на которой мы играли, в общем-то, кладбище. Замечательно. Что может быть лучше кладбище? Я, кстати, на геймскоме на ней же играл. А тебе, Миш, какая карта нравится? Да, честно говоря, они все нормальные. Такие нету ярких таких каких-то. Вообще. О аутсайдерах явных тоже я бы не сказал, что они есть. Это некоторые тоже, с одной стороны... Я еще в сингле тоже этому, даже, в общем-то, в рецензии это отметил, что все карты сделаны вручную, а запоминающихся карт, можно сказать, что и нет. Да, знаешь, вот это напоминает, там, на кикстартере, знаешь, такие цели сейчас ставят. Типа вот, если мы соберем, там, 2 миллиона, мы нарисуем еще карты, там, для России отдельные. Или, там, потом, для Индии. То есть тут получилось так, что карты-то, в общем-то, сделаны хорошо, но, там, Россия и Индия представлены одинаковым каким-то лесом. А, там, я не знаю, Бразилия и США это одинаковые какие-то городские карты. То есть, в принципе, все выглядит здорово, но видно, что у них не бесконечный был бюджет, конечно. Да, да, все рисовалось под одну кальку. Так, и я, честно говоря, не знаю, как действовать. Я думаю, вот этим пацанам надо забежать, спрятаться и перезарядиться, потому что у него... Да, да, это безусловно. А, и то есть это девочка. Это девочка, Олекса Корнева. Ну, вы спрячете по-нормальному. Наш автор. Да, если вы не знаете, кто такая Олекса Корнева, она названа в честь нашего автора Алексея Корнева, который более известен как Феликс. Человек, который написал на... Как называлось этот антонг Сталкеру? Сталкер Зор в Припяти, конечно. Да, то есть, когда Владимир Горячев уже настолько устал от Сталкера, что не мог больше в него играть, и он спихнул свою работу на товарища. Так, значит, если тебе нравится кладбище, а Миша все равно, то потом давайте сыграем на кладбище. Безусловно, мы все попадем на кладбище. Так, что мы еще не обсудили из вещей в тактике? Мы не обсудили, наверное, псионику, которую мы тоже покажем на следующей карте. Ну да, вот надо. Потому что в описании про способности мы сказали. Единечку выбил. Миш, ты как специалист по тактическим стратегиям, можешь ли вообще припомнить, в каких еще играх был мультиплеер, и насколько он удачно был реализован? Ну, вообще, это большая редкость, на самом деле, мультиплеер такого плана. Особенно, чтобы в него кто-то играл. У меня первая ассоциация была вообще с Инкубейшн, стареньким, которым я играл еще, в общем-то, на одном компьютере. Я не очень понимаю, почему Филипп сейчас стреляет из пистолетов. Потому что у меня закончились патроны. Мне кажется, перезаряжался за снайпершу, нет? Вот за это я перезаряжался. Окей, ну давай, добивая этого чудесного пришельца. Погоди, а в Инкубейшне был мультиплеер? Я просто его не очень хорошо помню. Да, за один компьютер. Сокрушительная победа, можно сказать. Ты нам не поддавался, я надеюсь? Мне кажется, поддавался. Так, чтобы я не расстроился. Решим мультиплеер. Миш, скажи честно. Ну, конечно, немножко. Немножко не поддавался. Немножко поддавался, если вы отвлекаете своих золотовней. Ну, мы же... То есть, играет-то Филипп, который я тоже отвлекаю. Так, сейчас я создам кладбище. Давай. Я думаю, мы сыграем тем же отрядом, потому что, чтобы не тратить время на выбор способностей, в мире XCOM, псионики есть и у людей, и у инопланетян. То есть, изначально это такая инопланетная фишка. Они прилетели там оккупировать Землю. Хотя, кстати говоря, я по сюжету еще не знаю, зачем они прилетели. Поэтому зачем-то они прилетели на Землю. И у них есть некоторые пришельцы, которые могут брать людей под контроль силой разума. Да. По сюжету, когда там берут в плен пришельцев, они на базе, значит, изучают ученые, что же происходит. И открывают, что некоторые люди тоже могут так делать. Тоже обладают псионическими способностями. То есть, бить врага его оружием. Да. Так, за кого мы сейчас будем играть? Я думаю, что имеет смысл сменить немножко состав. Да нет, давай оставим такой же как раз. Я думаю, что Миша имеет смысл состав пришельцев поменять. Псиоников. Показать, да, псиоников. Ну, то есть, я думаю, надо как-то перемешать псиоников с какими-то толстыми пацанами, которые их будут защищать. Чтобы показать как раз другие классы пришельцев, которых мы не видели. Может быть, там, мутонов, может быть, обычных сектоидов. Ну, на чем у тебя хватит очков? Я просто, опять же, не всех пришельцев видел. Я где-то видел как раз вот до середины, до псиоников командоров и мутонов. Нет, я уже увидел все отреды. Вообще, интересно, как они по сравнению с оригинальным XCOM переделали сам набор пришельцев. То есть, большинство из них знакомые, но некоторых они добавили из таких каких-то более современных, мне кажется, городских мифов. То есть, вот эти вот тощие люди, их в оригинале не было. Это известная тема, я потом на Википедии сходил, почитал. Да, но на самом деле они все состоят из шаблонов. То есть, да, это, конечно, абсолютно такая поп-культура, что вот эти вот серые человечки-сектоиды, которых там в розовеле нашли в летающей тарелке с битой, там, упавшей. Но, с другой стороны, если бы они делали что-то оригинальное, я не знаю, мне кажется, не факт, что получилось бы лучше. Так вот, оригинальное же будет как раз в шутере XCOM. Вот, понимаешь, вот мне не очень нравится, если честно. Мне кажется, это проблема как раз, почему этот шутер так задерживается. То, что они сначала стали делать оригинальные. А, ты поставил, кстати, 120 секунд. Да? Ну, это не я здесь поставил, а Филипп поставил, он, наверное, просто забыл сменить. Я думаю, тебе надо действовать примерно так же, как я вчера действовал, если ты помнишь. Потому что, иначе сейчас у тебя будет беда. Я так и хотел. Значит, эта карта более открытая, по сравнению с предыдущей. То есть, здесь, конечно, снайперу есть где развернуться, если ты его правильно поставишь. Сейчас я думаю, где его разместить. Но здесь, конечно, кроме вот этих вот каких-то входов в склепы и большого каземата где-то в середине, ломать особо нечего. То есть, она в плане разрушаемости не очень хороша. Мне кажется, это глупо, что ты сейчас сделал. Нет, нет, ну мы же не встретимся. Вот на втором ходу как раз вы и встретитесь. Вот сейчас посмотрим. Ну, вот сейчас посмотрим. Так, что еще надо сказать про геймплей? Какие-нибудь у вас комментарии есть? А то, мне кажется, я очень много говорю. Ну, то есть, понятно, чего я много говорю. Ну, я могу рассказать тебе о своем впечатлении об XCOM. Безусловно, это хорошая игра. И там я провел за ней очень много времени. Но у нее есть какие-то недостатки, которые, я надеюсь, исправят в будущем. Вот, например, да, там карты без каких-то особенностей, территорий, в которых там проходят события. То, что они достаточно линейные. То, что удача здесь – это главное. Мне кажется, так не должно быть в тактической стратегии. Она мне все равно нравится, но удача в тактике – это не то. Это в шутере может быть. Здесь слишком сильно раздражает. Что касается самой компании, тот же сюжет, ну, он, конечно, детский. Он набран из таких веселеньких шаблонов про злых инопланетян, про добрых ученых и так далее. Как тебе вообще сюжет, Кость? Знаешь, это напоминает какой-то хороший детский мультфильм такой, пиксаровский. То есть постановка очень клевая, все красиво, но они с такими сложными лицами говорят о том, что… Как на унитазе сидят. Нет, как бы сказать, вот они сбили эту летающую тарелку и такие – ура, ура, мы на шаг ближе к победе. А там вот эта вот тетка немецкая ученая такая – я чувствую, что не все-то так просто нам дастся. И, ну, немножко смешного. Хотя, это не самая важная вещь для… Ой, глупо ты поставил вот этого чувака. А он с двух сторон простреливается и… Он, по-моему, наоборот должен быть. Ну, нет, ну, как сказать. Если вот кто-нибудь через стену на него напасть попытается, то да. А вот сейчас с двух сторон он простреливается. Ну, я не знаю. Ну, сейчас увидишь, сейчас увидишь. Так, мы о сюжете. Ну, да, да, да. То есть, тактическая стратегия – это не самое важное. Самое важное в ней – это игровая механика. И, наверное, тут еще и зрелищность. С игровой механикой и зрелищностью тут все очень круто. Миш, у тебя какие впечатления? Да, по зрелищности, конечно, все с ней хорошо. Для PC игры, конечно, она выглядит простенько. Но, например, вот я сейчас играю в замечательную, в кавычках, игру Jagged Alliance. Ну, которая, понятно, что не оригинальная. А аддон этот Jagged Alliance Crossfire. И вот она выглядит действительно неважно. Особенно по сравнению. Пока свежие впечатления. Хотя там вот классическая, свободная камера, о которой так все мечтали. Вид сверху. Но выглядит гораздо хуже. Так что, может быть, такая камера, может быть, она даже и получше. Но, опять же, издержки консолей – это что? Неудобства, конечно, свои есть. Вот сейчас я, когда управлял летунами этими, это все-таки очень неудобно переключать уровни. Им еще нужно отдельно включать-выключать полет. Да. Для того, чтобы особенно залететь в помещение. Это, вот если бы мы играли с ограничением по времени, я бы с одним с трудом справился. Тут приходится жестами, чтобы, знаешь, вслух не говорить, объяснять Фазеру, как надо действовать. В общем, да, надо вот примерно вот сюда идти. Я просто сомневаюсь. Смотри, обнаружил кого. Я уже боюсь. Смотри, где парень-то? Ну, надо стрелять. Как ты считаешь, стрелять? Ну, конечно, стрелять. Надо стрелять. 52%. Псионический... Боец. Боец. Лишился укрытия. Смотри, еще кем-нибудь получится у тебя, если подбежать? Я думаю, что можно попробовать. Давай попробуем вот сюда, да. То есть, вот, получается, мы первым выстрелом лишили укрытия Псионик Командера и сейчас попытаемся его отстрелить, добить. Или это простой? Давай. А, нет, смотри. Это простой сектоид, потому что очень хилый Псионик Командер, толстый. Но несколько сектоидов могут, как бы, с помощью Псионики объединить свой разум. Ну, окей, окей, да. Я думаю, что это правда. Да, нет, хорошо, хорошо. В общем, это такой небольшой бонус, который может как раздать сектоид Командер обычному сектоиду. Он увеличивает его характеристики и добавляет единичку здоровья. Так. Ну, на поздних уровнях игры и на том... Где? Это уже не помогает особо. А здесь у нас плазменные винтовки, которые являются самыми мощными и, в общем-то, что есть, это... Вот, Командир, да? Здоровье, что нет. Да, это Командир. Я не уверен, что мы сейчас увидим Псионические способности. Нет, мне кажется, тут шанс есть. Но, может быть, мы его, конечно, грохнем сейчас сразу. 75%. И... Майн-Контрол не случилось. Слушай, а у Майн-Контрол есть перезарядка? Да, у него перезарядка несколько ходов. А у него перезарядка 6 ходов. То есть, можно сказать, что для мультиплеера это одноразовая штучка. Да. Не получилось, значит, не получилось. То есть, смотрите, а эффект там... Не читай убогих на нашем форуме. Смотрите, если взяли под контроль пришельцы, бойца, то что с ним происходит? Ну, он полностью на 3 хода переходит в ваше распоряжение. Но, к сожалению, нельзя с ним ничего плохого сделать. Смотри. То есть, если у него есть граната, можно эту гранату, конечно, бросить себе под ноги. А просто там чеку из нее вырвать и взорваться нельзя? Ну, вот он может сам себе бросить гранату под ноги, и это отнимет у него сколько там, 5 жизней или сколько-то там, немножко, в общем. Ну, есть некоторые хитрости. Можно, например, подвести его к машине, прежде чем бросить гранату, потому что машина на следующем ходе взорвется. Так, вот я, кстати, столкнулся с глюком. А я могу переключить своих солдат. А табом? Не табом, не хорошее. Ну, сейчас у тебя 20 секунд кончится. Так, а если грохнуть пришельца, который контролирует бойца, то с ним все хорошо стоит? Да, да, конечно, он освободится. А если грохнуть пришельца, который дает бонус второму сектуиду, тогда они оба погибнут. Что, наверное, вообще многие явители, это еще на начальных уровнях игры демонстрируется. Вот, чтобы никто не обижался из-за того, что я кого-то назвал убогими, я конкретизирую. Я не считаю, что мы должны как-то комментировать происходящее в том смысле, что вот, посмотрите, как он бежит. Вы это и так там видите? Ты сейчас что хочешь сделать? Подбежать туда на два хода? А смысл? Подбеги на... Ну, то есть ты не выстрел... А, ты ран-н-ган можешь выбрать? Да. Ты его сначала выбрал? Ага, все, отлично. Ох, сколько мы... Значит, специально для людей, которые хотят комментировать, чтобы комментировали, мы выбрали способность ран-н-ган, которая позволяет пробежать на полный ход и выстрелить. Пробежали, увидели много врагов и, ну, стрелять в ближнего. Кого? В ближнего, ближнего. Ну, конечно, ну, 100% попадания или 49%. Хорошо, хорошо. Так вот, я думаю, что суть нашего стрима больше не комментировать то, что и так происходит на экране, а все-таки делиться какими-то более полезными, интересными сведениями, которые мы можем знать, а кто-то из наших читателей может не знать. Потому что... Ну, я не знаю, Миш, ты сколько тактических стратегий за свою жизнь видел? Не знаю. Наверное, практически все. Включая какие-нибудь там, типа, лазер-сквада. Так вот, можем с этого выехать на другую тему. А, ну вот я небольшую ремарку, опять же, еще себе позволю. То, что все-таки я считаю, что рандом — это хорошо, и я там не съезжал с этой темы, как тут меня пишут. Так вот, давайте переключимся на тему такого больше ностальгирования и того, какие вы до этого игры поиграли. Значит... Миш, мне кажется, у тебя звонит телефон, и его слышно очень хорошо. Вы в какие XCOM-ы, товарищи, до этого успели поиграть? Мне кажется, если я скажу, то меня палками затыкают до смерти. Я вообще... Ну, давай, Филипп, давай начнем с тебя. Ты должен сказать это, а потом я тебе еще один вопрос задам. Хорошо, я играл в XCOM, который выходил на PlayStation. И это первый XCOM? Ну, возможно. Я не уверен. Понимаешь? А теперь, собственно, второй вопрос. Тебе сейчас сколько годков? Двадцать. То есть, понимаешь, для человека, которому 20 лет, то, что он играл на первый PlayStation в первой XCOM, это достаточно большое достижение. Ну, возможно. То есть, это ты такую очень хардкорную классику застал. Что это за... Вот это. ...пришелец в плаще? Такой страшный дядечка. Вы до него еще не дошли в Синге? Я дошел, я дошел, я знаю, кто... То есть, это, я так понимаю, более крутой псионик, чем... Это более крутой, у него стопроцентный шанс был. Да. Ну, в общем, беда. Да. Ну, зато сейчас увидят зрители наши, как законтрольный боец будет воевать. И вот эта вот PlayStation-овская версия XCOM, ты вообще видел PC-шную версию первого XCOM? Нет, к сожалению. Ну, а PlayStation-овская была хорошая? Ну, я играл с удовольствием, было сложно, конечно, и я не очень много соображал в то время, но, тем не менее... Ты сколько лет тогда было? Я не помню уже, ну, немного. Немного? Да. XCOM'е сразу можно было управлять солдатом, которого ты захватил. А тут? А тут вот только на следующем ходу, пока что он стоит, отдыхает. Ага. То есть, в принципе, у нас есть шанс, там, теоретически грохнуть твоего... Теоретически, да, здесь он сброхнуть либо моего, либо своего. Скорее пожертвую своим, потому что вероятность убить из Оргива. Не, ну да, да, то есть лучше его уничтожай. А, слушай, кого под контроль захватил Миша? Мне кажется, это была Влада. Нет, Влада, вот, Влада, вот она, Влада. Влада у нас орлиный глаз. Все. И как это? Корнева была убита, к сожалению. Как обычный, там, вердикт плохой? Слабенькая, вяленькая? Что? В общем, Влада проставил свой вердикт. Крепкий середничок. Крепкий трупачок. Так вот, Миша, ты рассказал нам про то, что на следующий ход... Больше всего я, как ни странно, играл в Terror from the Deep. Хоть это считается не совсем, наверное, правильная игра, по мнению некоторых фанатов. Ну вот я один из таких фанатов, если честно сказать. Ну, так уж получилось, потому что было это 200 лет назад. Но в первой XCOM я, разумеется, тоже играл. Уже больше в образовательных целях. И поэтому какие-то сравнения очень достаточно легко провести все-таки. А чем вообще первая от второго отличалась тоже? Это такие дистерические игры, которые многие уже не видели. Всем, в общем-то, не всем известная, конечно, но кому-то известная. По поводу того, что в первом XCOM был какой-то баг, из-за которого игра практически в самом начале переходила на самый легкий уровень сложности. Из-за этого второй сделали гораздо более сложным. Ну, столько там возможностей, что, в общем-то, сложный... Он может быть только относительно, как всегда, поначалу. Я для тех, кто, опять же, уже не застал эти игры, скажу, что там принципиальное отличие первого и второго, кроме вот того, о чем ты сказал, это то, что первый XCOM, в общем-то, похож на вот этот вот ремейк. То есть там есть планета, есть базы, есть оперативники. Все вот так вот, достаточно обычно. У него мозг взорвался, что ли? Да. Слуксился, Миша. Вот. А во втором XCOM инопланетяне атакуют уже подводную земную цивилизацию? Ну, это, конечно, бред несусветный. Да, то есть... А как там вообще-то это произошло? Я уже, честно говоря, смутно тоже помню. То есть там, я не знаю, как в водном мире все ушли под воду, или там сверху-то что-то осталось? Ну, вроде как победили же в первой части. А, то есть идти... И инопланетяне решили пойти другим путем. А вот мне, честно говоря, больше всего нравится... Ну, и больше всего я играл по этому третий XCOM. То есть второй XCOM я вообще прям вообще мгновенно забросил. В первый я тоже поиграл в каких-то образовательных целях. Но сейчас это... Ну, не сейчас, а когда я в него играл, он уже был совсем устаревший. И я поэтому ждал вот этого ремейка очень там с большим желанием. Надеялся, что когда-нибудь что-нибудь такое сделают. А мне очень-очень сильно нравится третий XCOM. И потому что в него до сих пор, в общем-то, можно играть. То есть он не настолько сильно устарел. И потому что в нем есть реал-тайм. То есть я все-таки из тех людей, которым реал-тайм в тактических тратегиях больше нравится. Потому что зачищать одни и те же тарелки по 150-му разу в реал-тайме все-таки как-то веселее. Вот, кстати, я забыл об этом сказать. Да, меня очень раздражает то, что здесь нет реал-тайма. Хотя бы, ну, как в Fallout, я не знаю. То есть когда боя активного нету в реал-тайме, когда бой есть. Но это, знаешь, вот из тех рецензий, которые Миша писал, таких тоже классических, была такая игра «Код доступа рай», где там на трамвае надо было по шагу ездить. Мне не хватает реал-тайма. То есть тут все-таки не такая беда. Вот. И, конечно, 3-й XCOM тоже был немножко бредовый. То есть там вторжение инопланетян на отдельно взятый мегаполис был. Но зато она там сильно опередила время во многом. То есть возможности там всякую хозяйственную деятельность на базе вести и там с всякими городскими бандами и корпорациями как-то общаться, там по конкретным зданиям лазить. Ну, я помню, что она мне очень понравилась, хотя она, конечно, была недоделанная. Видно было, что у них там в определенный момент что-то пошло не так. А, наверное, тоже большая трагедия для в целом индустрии, то, что должны же были выйти несколько XCOM-ов, которые отменили от таких, ну скажем, нормальных разработчиков. Ты вообще, Миша, следил за этим вопросом? Ну, Dreamland Chronicles всем известна, конечно, игра, на которую все очень надеялись и которая так и не вышла. А ты, кстати, тоже, вот я немножко, ну как, на себя утянул одеяло. Тебе больше реал-тайм нравится в тактических стратегиях или... Нет, мне, если честно, вот так вот больше нравится, как в новом XCOM-е, как это ни странно. Потому что все-таки так как-то более динамично получается, побыстрее идет бой. Но при этом остается в нем какая-то тактика все-таки. Ну, вообще решение у них хорошее, просто у меня из твоих предыдущих статей такое впечатление сложилось, что ты вот там 762 и Бригада Е5 очень хвалил за реал-тайм. Ну, 762 и Бригада Е5 там все-таки очень специфическая система. Ее даже, ну, формально там, конечно, смарт-пауза. Всеми нашими любимая, известная по серии UFO там и вообще по другим играм, в том числе по ремейку Джаги Тальянса. Но поскольку там для каждого действия абсолютно точно идет расчет времени, вплоть до того, сколько уходит времени на перезарядку, на выстрел от бедра, на прицельный выстрел и так далее, то получается, что это вот достаточно близко получается по механике, вот именно к классической походовой системе, где ты вот каждый вот action point рассчитывал все с точностью, все абсолютно. Так, тут вот нам пишут, что PS1 версия была лучше оригинала. О, ну, значит я играл в хорошую версию. Это вообще, конечно, может быть у каких-то людей разорвет там мозг или другие части тела, но получается, что у XCOM уже не первый раз консольная версия лучше PC-шной, потому что вот тут тоже консольная версия лучше PC-шной, хотя по управлению. Вообще консольная версия сложных, там, хардкорных игр зачастую лучше. Знаешь, я тоже какую-то, может быть, крамолу скажу, но мне консольная версия Sega-овская Dune 2 нравится просто на порядок больше, чем PC-шная, потому что у меня и нормальный point-and-click управление есть, в отличие от того убожества, которое на PC. Вот, а после того, значит, когда Dreamland Chronicles, ну, не вышло, там же было еще миллион каких-то чешских или польских игр. Ну, вот чешские, это вот серия UFO и Extraterrestrial, которая как раз должна была стать ремейком классической XCOM. Там вообще, ну, знаешь, если пытаться там ознакомиться с серией, то какой-то смысл в них есть хотя бы там исторический или совсем лучше от них держаться подальше? Ну, UFO мне многим нравится, я знаю, особенно последние части, где они хоть что-то попытались все-таки исправить. Я не знаю, ты, может быть, следишь за вопросом, там же должна была бы вторая часть Extraterrestrial быть. Не знаю, не знаю. По-моему, даже если я правильно смотрел. Сейчас у нас основная тема среди фанатов оригинальной игры, это все-таки Xenonauts игра. Да, знаешь, тоже... Так и странно, не чешская, а английская. С ней, ну, там, по-моему, это, какие-то граждемиры делают, у них офиса-то, по-моему, нет даже. И это у нее реальная проблема, то есть, если бы ее, ну, как-то по-нормальному делали, может быть, она вообще бы тогда не состоялась, но, с другой стороны, они вот сказали, что у них в октябре будет к релизу XCOM полностью проходимая бета, и не выполнили свое обещание. Выпустили новую версию, там, 16, но... Октябрь еще не кончился. Ну, слушай, зато XCOM уже вышел, они обещали к релизу. Как бы, вот, ее нету, и... А люди им на Кикстартере деньги отдали, и, ну, рассчитывали, наверное, что-то уже. То есть, это не очень, по-моему, круто. И правильно, да беги уже куда-нибудь. Я не могу понять, куда спрятаться. Мне кажется, правда, мы не успеем. Ты еще будешь играть? Ну, начать успеем. Как мы вообще ксенонавты? То есть, вы их играли оба? Да. Я увидел вот эту демку, ну, или как правильно я это назвал? Да, там демка была. Она совсем небольшая, к сожалению, но... Острелили из пистолета. Да, я, пожалуй, пальную из своего кустодера. Ну, и как тебе? Ну, такая классика. Так, все простенько нарисован. Ну, то есть, я и в это тоже поиграю. Ну, я вот, если честно, после этого XCOM, то есть, мне было... Я так думал, ну, если XCOM хреновый окажется, то хотя бы ксенонавты. А сейчас я просто не вижу смысла у них большого. А мне кажется, что больше игр, не меньше, поэтому... Не, ну, может быть, кому-то, кто вот хотел там с очками действия... Миш, ты, честно скажи, будешь ксенонавтов играть или... Ну, я буду играть, конечно, ксенонавтов. Это, в общем-то, все понимают. Нет, ну, я имею в виду, что ты там, ну, не для... Ну, то есть, ты, понятно, ты будешь для рецензии играть. А, окей, если бы тебе не надо было бы рецензию писать, ты вот там за свои деньги их купил бы или нет? Да, я, конечно, купил бы, посмотрел бы. Это все равно любопытно. Таких игр выходит очень мало. Выходит не каждый год. Ну, вот я пока сомневаюсь, честно говоря. Хотя, конечно, проект, ну, интересный. И мне, в принципе, 2D-игры, там, срисованные такой пиксельной графикой, ну, там, конечно, не совсем пиксельная графика, но, в принципе, такой стиль рисовки мне нравится. А вот Vector Aterestials как раз было то же самое, абсолютно. Горячего захватили под контроль пришельцы. В общем-то, многие наши читатели это подозревали, наверное, давно. У меня были некоторое время, когда я только начинал работать на АГЭ, вообще подозрение в том, что он сам пришелец, потому что... Неземной разум. Да, невозможно столько успевать. И, ну, то есть, это человек, который много работы делает, которую на АГЭ простые читатели не видят, но на самом деле она делается там, да. То есть, вся вот эта вот база Гео, она во многом его трудами, на самом деле, обслуживается. Сейчас я... Человек-энциклопедия, кроме всего прочего, что он еще и статьи хорошие пишет. Я, пожалуй... Ну что, мадам Шевченко, я спрячусь. А это мадам тоже? То есть мы... Конечно, это мадам Шевченко. У нас такое бабе батальон, да? И вот появился... А почему это рапшина не было? Ты на полный ход походил? Ну что, вот опять 100%. Мне кажется, нам конец. Сейчас захватят, в общем-то, пришельцы по контролю. А в том-то и дело, вот особенность этой игры, в том, что майнд-контрол, это еще ничего, в общем-то, не значит. Да, понимаешь? Потому что вас двух последних я захватил, поэтому это значит. Да, у нас бойцы кончились просто. Но вообще, если почему у вас были солдаты... Ну, понятно, мы могли бы отбиться. Давайте начнем еще один матч, что-нибудь... Да, успеем у вас. Нет, давай лучше не делать так, потому что у нас времени совсем немного. Так. Какие еще важные вещи? Кстати, важный вопрос по поводу инвентаря. Как вам его? Не хватает? Честно скажу, мне лучше так. Да, по-моему, лучше так. Я не вижу, особенно в мультиплеере какой-то... Ну, то есть представь себе, ты в мультиплеере копался бы в инвентаре. Я, кстати, так как раз напомню, что в оригинальном XCOM'е, чтобы даже перезарядить оружие, нужно было открывать рюкзак. Вот, я тут пока почитал в интернете про этот самый второй... Миша, попробуй ты создать. Про второй экстратерестриалс. Он должен был выйти в четвертом квартале, но там у них даже предзаказ нельзя сделать. То есть я думаю, что кроме Xenonots не на что надеяться. Миша, попробуй ты создать игру, и пришли нам и двое. Да, потому что где-то глюки. Вообще, интересно, какое стойкое комьюнити эта игра породила. То есть у нас, я могу судить по тем платформам, которые у нас есть на ГФЦ, на нашем форуме. Достаточно долго держался под форум Jagged Alliance и Fallout, пока у них не было новых игр. То есть понятно, что вот сейчас и Jagged Alliance новый вышел, и там Fallout 3 анонсировали там в конце концов. Но был такой момент, когда комьюнити перебивалось там какой-то ерундой, там какими-нибудь, я не знаю, койотами, законом пустыни, ну или там, ну окей, у Jagged Alliance была бригада Е5, но все равно, даже ее там ждали очень долго. А вот из всех этих сообществ, мне кажется, самым таким развитым было именно XCOM-овское. То есть там не очень много было народу, но чисто из того, я там не особо как-то, ну то есть я не постил, там я иногда просто читал. Мне очень нравилось, какие там сплоченные в этом плане ребята. Так, ну я, в общем-то, готов, жду, когда Миша собирает отряд. Вообще, я немножко, тоже если так ностальгировать, скучаю по тем временам, когда у нас был там вольный стрелок, и все эти игры обозревались в каком-то одном месте. То есть, ну, немного жалко, что этот проект свернут. Ну, то есть даже не немного, много жалко. Так, и я набрал в свою команду тупых таких бугаев с винтовками, условно говоря. Сейчас попробую там пострелять за то небольшое время, что у нас сейчас осталось. Может быть, это даже хорошо закончится, хотя я сомневаюсь. Ну, в принципе, из тех тем, которые у нас были такой обязательной программой, мы, мне кажется, все рассказали. Так что можешь, опять же, как от нас несколько пользователей очень хотели, комментировать там каждый свой шаг, как такой профиль летсплейщик. На самом деле тут особенно нечего обсуждать, то есть это можно было как-то обсудить на первых двух матчах, а вот в третьем я просто несусь на убой. И я раскрыл, в общем-то, Миша сейчас свой план, как-то в Overwatch поставить всех своих оперативников. Мне все-таки очень нравится вот этот дизайн, этого тощего... Анимация, да. ...мужчины. Тебя привлекает чем-то, да, этот тощий мужчина? Нет, я тебе говорю, что пришельцы клевые, то есть среди таких, ну, достаточно банальных сектоидов, которые там есть в многих других играх, он все-таки выделяется. Да, согласен. Потому что, ну, мутоны, это, грубо говоря, там, пришельцы из Gears of War, толстые мужики с автоматами. Да. А он все-таки оригинальный. Тимулей, я не могу комментировать ход Миши, то есть вот как он там ходит, я не знаю. Возможно, он тоже в тупую пролетает. Я тоже быстрее к вам бегу, потому что время у нас осталось мало. Даже если мы друг друга найдем, это уже будет неплохо. Эта карта построилась другими, что, больше? Она не больше. Но она длинная и с большим количеством укрытий. Я помню, что я проиграл на ней Готу, когда в компании ее увидел. Пожалуй, я пущу его в качестве разведчика, я надеюсь. Вам-то какой пришельц больше всех нравится, расскажите-ка мне, друзья. Про дизайну, ну, безусловно, Финмен. Что тут еще обсуждать? Я думал, что-нибудь оригинальное скажете. Ну, не знаю. А ты что скажешь, Миш? Да, в общем-то, именно в плане дизайна. Они все не оригинальные, поэтому что-то оригинальное про них сказать достаточно сложно. Мне классика нравится, мне нравятся сектоиды. Они дохвые. В какой-нибудь игре еще вот этих точных ребят видел? Мне кажется, они достаточно оригинальные. Они умеют плеваться ядом еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая банда товарищей. Вообще, я помню, была такая отстойная игра с зоны 51, где там ее главное достоинство было в том, что там Дэвид Духовный позорился в озвучке. Вот, кстати, если кто не знает, то хотел сказать, что Берсеркер бежит после выстрела, но почему-то он не побежал. Ну, обычно, да, он раздражается и бежит на того, кто в него выстрелил. Он только постучал себя кулаком в грудь, и все. А вы, кстати говоря, слышали, что вот это вот... То есть это вроде слух был, но такой слух со скриншотами, что вот этот вот шутер, который должен был выйти раньше, чем эта стратегия, он перепрофилирован в какую-то там загружаемую игру для Xbox Live Arcade и PlayStation Network. Ну, не дай бог. То есть, нет, ну, понимаешь, если скриншоты уже есть, то это уже такой просто неподтвержденная информация, но по сути оно так и будет. Ну, вообще, по роликам он выглядел достаточно убогенько. Тут, по-моему, это очевидно. По механике он мне больше всего напомнил как раз вот этот Future Soldier, последний Ghost Recon Future Soldier. Но при этом гораздо более убогий, как ни странно. Кстати, а как вы думаете, по сравнению, ну, вот есть FireAxis, которая справилась со своей задачей, ну, так, как мы видим. А какие другие студии могли бы потянуть такой проект? Это какой-то риторический вопрос. Не, ну, слушай, вот у нас как бы эксперт по тактическим стратегиям. Кто, если не Миша, может ответить? Я не говорю, что надо там за 3 секунды сказать, ну, вот, можешь минуту подумать. Да, это вопрос действительно на засыпку, потому что сейчас такие игры-то не делают, в общем-то, никто. Ну, а от FireAxis ты ожидал такого проекта? Мне кажется, тоже они такие проекты никогда не делали. Ну, кто, значит, если не FireAxis, значит, парадокс, кто еще? Кстати, вот у Paradox уже был интересный анонс. Они анонсировали игру Cartel, которая должна была стать, типа, настоящим синдикатом. Ну, то есть не вот этим вот каким-то плохим шутером, да, а типа вот настоящей тактической игрой. И что-то, я думаю, они рассчитывали, что шутер попрет, а шутер не попер, и свои проекты они куда-то тоже под сукно убрали. А я его вот, ну, хотел. Вот, кстати, один еще неприятный баг. Подводишь, когда курсор к портретику инопланетянина, он мне вот сейчас пишет 1% попадания. При этом у одного в реальности 40, у второго 20. Все-таки тоже неудобное достаточно. Я сейчас обратил внимание, то, что, ну ладно, крысы бегают, это клево. То, что голуби сидят такие рядом с этими мутонами, где плазма летает, и полный ад, и такие, в общем. Ну, ок, что. Спокойно. Хотя, вообще, ну, достаточно старались что-то анимировать. Какой-то там очень заумный ход у Миши. О, и в итоге летит граната. И мой финмен отправился в ад. Оставил поблокаяда. Мне кажется, Мишу хочет семья обратно от нас забрать. Я тоже услышал эти крики. Зов. Бладкол. Вот, по-моему, самый жуткий из пришельцев. Я не знаю, почему никто из вас его не вспомнил, когда я спрашивал про оригинальных. Я-то просто уже выбрал Синмена. Ну, слушай, по-моему, из тех, что остались после Синмена, он самый оригинальный, потому что его же, ну, во-первых, его переделали по сравнению с оригинальным X-Cole. Ну, во-вторых, у него для тактической игры все-таки игровая механика интересная и классная. То есть он, если убивает противника, он заражает его, из него такой зомби потом поднимается, а потом зомби разрывает, и из него второй вот такой же паукообразный урод. Я по внешнему виду они сразу напомнили тиранидов из Вархаммера последнего. Да, ну, слушай, они похожи еще на этих арахнидов из Звездного десанта. Ну, то есть, опять же, да, достаточно банально. Вот, Миша отравил одного из моих солдат. Я думаю, Фазор, тебе надо переходить в такое решительное наступление, в котором ты погибнешь. Суицидальное, хорошо. Хорошо, так и быть. Сейчас. Оп. Ну, в общем, не повторяйте этого в реальных матчах. Самый, наверное, главный вопрос, который я так оставил напоследок, это хватит ли этого мультиплеера надолго? Нет. В таком состоянии, как сейчас, конечно же, нет. Но, зная именно, зная Фераксис, я думаю, что мы увидим еще и DLC, и более полные аддоны. То есть, именно количественные характеристики они нарастят. А как вы думаете, сингл вообще они будут развивать? Это же дойная корова, золотые яйца. Ну, вот что реально можно добавить в сингл? Ну, вот у нас люди на форумах страдают, что мало оружия. Хотя, я, кстати, напомню, что опять же в XCOM там те же самые три вида оружия, можно так сказать. Огнестрельное, лазерное и плазма. Так что, если чего-то здесь не хватает, то может быть каких-нибудь мин там или что-то еще в этом духе. Обращу внимание, что я, а, перберсеркер, не мой. Почему-то глюк, он отображается как мой. Ну, я, в общем, с вами согласен, что в текущем времени это все-таки такое приятное дополнение к крутой сингловой игре. Но несколько приятных таких интересных вечеров она все-таки может принести. Если в нее не играть вот так запойно, с трясущимися руками, то время от времени с кем-то из друзей можно рубиться. Ну, сейчас у тебя, я думаю, последних твоих двух пришельцев добьют. Так, а давай напоследок что-нибудь скажем о будущем. О будущем чего? Ну, например, о будущей трансляции. То есть какие у тебя соображения есть? Ну, она будет, скажем так, я не знаю, что еще ты от меня хочешь услышать. Не надо делать большие такие страшные глаза, то есть мы сегодня это, по-моему, обсуждали. На самом деле у нас есть несколько вариантов. Например, один из этих вариантов то, что Владимир Горячев очень хотел высказать все, что он думает про переиздание Doom. Ну, если мы вспомним об этой идее, то она, конечно, замечательна. Но, в принципе, если у вас есть какие-то более интересные идеи, вы можете нам их на форуме написать, и мы, может быть, передумаем. Например, показать Dishonored. Да, ну, это будет избиение, мне кажется. Нет, слушай, Dishonored, мне кажется, показывать уже поздно. Вот, еще можно так немного сказать о той передаче, которую мы давно обещали, но никак не выпустим. Она немножко застряла в разработке, но мы ее делаем. То есть, в принципе, там все готово. И если все пойдет быстро, то она должна появиться вот до конца этой недели. А если все пойдет медленно, то, наверное, на следующей неделе. Ну да. Ну, в общем, я проиграл партию, а закончилось суицидально это. Так, ну, Mish, пару слов скажи нам о своих впечатлениях от нашего такого экспериментального стрима с использованием скайпа. Ну, конечно, интересно, необычно. Потому что на Игромире я, в общем-то, как все знают, не был. К сожалению, да. И опыта работы в прямом эфире не имею никакого. Но было интересно. Я думаю, что мы это тоже сделаем такой хорошей традицией, что мы постараемся сыграть в разные игры с разными нашими авторами. Потому что мы, грубо говоря, не специалисты по всем жанрам. Понятно, что мы там не сможем стримить квесты с нашими авторами по там, квестам. Но, если вы немножко устали от двух наших голосов, то мы обещаем вам, что не только мы будем в эфире. На этом, наверное, стоит как-то попрощаться. Надеемся, что вам было достаточно интересно. Ну, я тоже хочу попрощаться. Да, удачи вам. Всем спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok